Тема сегодняшнего занятия – американские идиомы. Боб приносит печенье в велич-маркет – это личное название супермаркета. Боб приносит Кэрол печенье. Он говорит Кэрол, что выпечка печенья была очень легкой, потому что у нее было много помощи. Боб, как произошел процесс выпекания? Сперва было медленно, но теперь мы уже наработали навык и освоились в этом деле. Когда ты освоил базовые навыки, то потом это становится второй натурой, то есть привычкой. Вообще-то, на самом деле, сказать правду, я думала, что выпечка двух тысяч печенья – это будет большой напряг, но мы собрались и организовали помощников, и в конце концов это было легко, то есть халява. Спасибо, что пришел лично обсудить вопрос с печеньями, принес их за пару. Это зависит от того, сколько мы продадим сегодня. How many do you think you will sell? Ты знаешь, сколько ты продадешь? Maybe five hundred, maybe two thousand. Your guess is as good as mine. In any case, I'll clear you posted. Может пятьсот, может две тысячи. Твоя догадка такая же, как моя, то есть мы оба ничего не знаем. При любом варианте я тебя буду держать на связи. Ok, just give me a ring as soon as you know. Хорошо, позвони мне как можно быстрее, как ты знаешь. Как только узнаешь. At first, in the beginning. В начале. Nicole didn't like Don Quixote at first, but after two hundred pages, she started to get into it. Николь в начале Don Quixote не понравилась, но осиливши двести страниц, она подсела на него. Don't get discouraged if you don't succeed at first, the important thing is that you keep on trying. Не надо расстраиваться морально, когда не повезет с первого раза, что важно это продолжать пытаться. Get a hand of something to learn how to do something to acquire an effective technique. Это значит приловчиться, то есть научиться эффективно делать секреты мастерства. I really had trouble learning how to ride a bike, but after two months, you finally got a hand of it. В начале у Билли были сложности с ездой на велосипеде, но потом он приловчился и научился. Есть второй вариант мотоцикл, но тут четко не указано, то ли велосипед, то ли мотоцикл. When I went snowboarding for the first time, I kept falling down, but after a while, I got hand of it. Когда я пошла заниматься сноуболином в начале, я падала, но после небольшого количества практики я научилась ездить по-человечески. To give someone a ring to telephone someone. Дословно дать кольцо, вращать кольцо на телефоне, то есть позвонить. Позвони не завтра, чтобы мы могли обсудить планы на этот weekend. Если ты свободен в субботу, позвони мне, чтобы мы могли пойти в кинотеатр. To give someone a bus, то же самое позвонить. In any case, whatever the fact is certainly. При любом варианте. We can easily go to the new star movie to see a plate tonight. In any case, you'll need to be at my house by 6 o'clock. Мы можем пойти либо смотреть новый фильм «Звездные войны» или посмотреть пьесу сегодня. При любом варианте, ты должен быть в моем доме в 6 часов. Наверное, ты будешь очень занят в субботу, чтобы прийти, но при любом варианте позвони мне с утра, чтобы обсудить. Тим надеялся, что он и Светлана будут хорошо ладить в приличном знакомстве, так же хорошо, как они делали и при интернет-знакомстве. After hearing so much about Donna's boyfriend, I'm looking forward to meeting him in person. Услышавши так много про... про... Boyfriend of Donna, я жду с нетерпением, чтобы увидеть его воочию. Keep posting to provide up-to-date information. Держать на связи и держать в курсе дел. Keep me posting about your friends for the summer. If you're going to be at the cottage on Lake, I'd love to you come visit. Держи меня в курсе насчет своих планов на лето. Если ты собираешься быть в твоем коттедже на озере, я бы с удовольствием тебя посетила. Good luck selling your house and keep me posted. I'd love to know how much you get for it. Удачи на продажу твой дом. Держи меня проинформированный. Мне будет интересно узнать, сколько ты получишь за него. Learn the ropes to learn the basics. Дословно веревки-канаты, в смысле боксер вначале, осваиваться по рейнгу. То есть базовые технологии. Mark planned the ropes of the restaurant business by working as cook at Outback Steakhouse. Mark освоил базовые понятия ресторанного бизнеса, работая как poor, water-back steak, место, где продаются steak, steakhouse. Дэвид работал 10 лет на большую юридическую фирму, где он охватался основ. Теперь он владеет собственной юридической фирмой. Пэйн-зэ-нэк иннуэнс. То есть напряг. Или геймрой. I yesterday had to stay at home all day and wait for a pen with a pen in the neck. Вчера мне надо было остаться целый день дома и ждать ремонтника. Сколько неудобств это вызвало? Alice wants me to drive you to the airport early tomorrow morning. That's going to be a pen in the neck. Alice напрягает меня отвезти ее в аэропорт завтра с утра. Я знаю, что это будет еще напряженно и мудренно. Piece of cake very easy. Николь с легкостью закончила свой тест на протяжении 20 минут. Это была халява. The driving test was piece of cake. Don't worry about it. Тест на получение вождительских прав очень халявный. Не беспокойся. Easy as pie. You should have no trouble passing the driving test. It's easy as pie. То же самое. Пройти тест на получение права очень легко. Round up together some people together. Мобилизовать, подбить людей на что-то. The town rounded up 200 volunteers to search for the hike who was lost in the woods in Yosemite National Park. Городок собрал 200 волонтеров, чтобы найти туриста, который потерялся в лесах Yosemite National Park. Let's round up some volunteers to help bake cookies and pies for the bake sale. Нет, pies for the bake sale. Давайте соберем добровольцев, чтобы помогать выпекать печенье и пироги для распродажи, посвященной выпечке. Second nature, because it has been practiced so long, so it seems to have been there always. Вторая натура – то поведение, которое применялось и практиковалось так долго, что впечатление, что оно всегда. Карен – бешеная скандалистка, она ругалась каждый день на протяжении 20 лет своим мужем, что все, это у нее в крови. With practice riding a unicycle becomes second nature. С практикой даже езда на одноколесном велосипеде становится второй натурой. To tell you the truth to speak openly to admit. Сказать прямым текстом правду искренне. To tell you the truth that isn't very good then. To tell you the truth I didn't even want to attend Katie's wedding, but I knew she'd be very offended if I didn't go. По самом деле, я не хотела посвящать свадьбу Кэти, но я знаю, что она бы обиделась, если я бы не пришла. Your guess is as good as mine. I don't know, I don't know any more than you do. Я не знаю, я не знаю больше, чем ты знаешь. Хотя в реале, наверное, оба не знают. Оно всегда пар. Will I ever find intelligent life on other planets? Your guess is as good as mine. Мы когда-либо найдем разумный, intelligent – это умный, это не интеллигентный, жизнь на других планетах. Твоя догадка такая же плохая, как и моя. Will Ted graduate on time? Your guess is as good as mine. А Ted не вылетит со школы, его не оставят на второй год? Твоя догадка такая же, как и моя. А моя догадка такая. Если вы будете учиться со мной, я смогу вас научить английском. Причем с большим успехом. Мы не в скайпе Smart Teacher 197. Цена занятий 300 рублей. Вы платите после урока. Первый урок вообще бесплатно. Всего наилучшего. Goodbye. Субтитры создал DimaTorzok